Сегодня здесь непривычно тихо. Небо над Харьковом не пересекает ни один самолет. Госавиаслужба ввела запрет на полеты над Харьковской областью еще в субботу, 13 декабря. На данный момент срок этого запрета продлен до завтра. На карте международных полетов восток Украины абсолютно пуст. Кроме Харьковской области, воздушное пространство закрыто также в Запорожской и Днепропетровской. Изначально на сайте Госавиаслужбы было указано, что такие меры были предприняты только на выходные. Сейчас же в сообщении говорится, срок запрета не определен. В ряде СМИ в качестве причин таких действий со ссылкой на свои источники рассматривают несколько версий. Первая и основная версия – угроза теракта для пассажирских самолетов. Вторая – запрет полета в связи с ротацией российских представителей миссии ОБСЕ, которые участвуют в трехсторонней мониторинговой миссии по контролю за прекращением огня. Также существуют версии переброски военных грузов НАТО из США и возможный захват аэропортов российскими спецслужбами. Однако ни одна из них до сих пор не подтверждена. Официальные источники о причине запрета молчат. Ситуацию не комментирует ни служба безопасности Украины, ни аэропорт, ни авиаперевозчики. На сайте аэропорта Харьков лишь отмечено, что работа его временно приостановлена в связи с указаниями Государственной авиационной службы Украины. Пассажиры, которые пострадали из-за отмен рейсов в Харькове, утверждают, у них возникли серьезные проблемы. Для кого-то потерян один день отдыха из-за переезда в Киев на другой рейс, у кого-то сорвана рабочая поездка. Но в то же время харьковчане уверяют, больше всего их пугает отсутствие точной информации. «Боюсь, как бы не вышло ничего плохого из этого. Ну, я не знаю, почему закрыли. Вот мне толком ничего не сказали. Закрыли просто воздушное пространство и все. Я, если честно, сама испугалась». «Позвонил туроператор, сказал, что закрыт аэропорт. Поэтому надеемся, что все будет в порядке». В харьковских турагентствах говорят, отмена рейсов негативно отразится на их работе. Начиная с субботы у них не замолкает телефон. В день звонят десятки людей с просьбой решить проблему с перелетом. Туроператоры ожидают значительных убытков, поскольку приходится переносить даты вылета, отменять бронь гостиниц и менять город, из которого отправятся туристы. Самая большая сложность улететь на отдых будет у тех, кто планировал отправиться в Турцию или Египет. Авиаперевозчики, которые заказывают туда регулярные рейсы, в основном неукраинские. Поэтому туристам придется покупать новые билеты, цены на которые значительно выросли в связи с колебаниями курса доллара. По стартовому рейсу, по сути, на сегодняшний день все равно, откуда делать вылеты. Из Харькова, то будет из Киева или какие-то другие города. Поэтому тут туроператоры по доплату на сегодняшний день еще не просят. Однако мы не знаем, что будет дальше и насколько вообще продлится этот запрет. По регулярным рейсам, конечно, плохо, потому что тот же рейс Харьков-Стамбул, это компания турецкая, она не имеет никакого отношения к ситуации, которая в Украине, и она просто отменяет все свои рейсы. Поэтому туристам нужно покупать новые билеты. На онлайн-табло Харьковского аэропорта указано, что по состоянию на сегодня отменены все рейсы, в том числе из Киева. Завтрашние же вылеты и прилеты пока остаются под вопросом. Лариса Говина, Александр Проценко, Агентство телевидения Новости.